Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать на нашем заключительном вебинаре, который завершает как раз курс повышения квалификации, оценка динамики образовательных результатов учащихся, который как раз мы с вами в течение двух недель и осваивали. Сейчас появится моя презентация, и мы с вами начнем работу. Несколько слов в самом начале. Я так вижу уже, что пока еще не все коллеги подключились к нашей работе, наверное, в процессе подходят. Буду рада всех приветствовать. Мы уже основную часть работ выполнили по курсу повышения квалификации, поэтому сейчас мы рассмотрим основные аспекты, связанные с возможностями педагогов и школы, которые есть в рамках работы с данным инструментом. Но у наших участников я бы сейчас хотела бы спросить, если можно, в чате напишите, пожалуйста, в каких классах использовали вы этот инструмент, если вообще в практике было такое. Если не использовали, то можно ничего не фиксировать. А если уже была практика использования инструмента в пятых, в шестых классах, пожалуйста, напишите в общем чате, чтобы понимать о том, какая уже практика существует. Спасибо. Вижу, Наталья. Спасибо, Александра. Я так понимаю, коллеги пишут уже те коллеги, которые в пилотных школах по внедрению в федеральных государственных образовательных стандартах пишут про шестые классы, которые использовали и наверняка, может быть, шестые уже проводили в начале этого года. Спасибо большое. Коллеги тоже подключаются. Итак, несколько слов вообще о вопросе, который наверняка многие из вас задавали. А вообще все это зачем? Для чего? Опять придумали какой-то новый инструмент. Опять что-то внедряем в образовательный процесс. Опять будем измерять учащихся. А для чего это нужно? Но если сейчас посмотреть на последнее время, какие изменения происходят в системе образования, то сразу можно отметить. Ну, первое. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов. Мы переходим на деятельностный тип обучения, который говорит нам о том, что и тогда оценочные процедуры точно должны изменяться. Если мы понимаем предназначение школы и каких результатов она должна достигнуть, то мы должны, наверное, все-таки смотреть и на внешние рамки в том числе. Я бы хотела обратить ваше внимание, что не просто так возникает вопрос, и не просто так даже курс повышения квалификации, именно этот курс вообще разрабатывался. Читательская грамотность. Одно из универсальных умений не просто ученика, а просто человека, гражданина любой страны, гражданина мира. Зачем человеку читательская грамотность? Если посмотреть все внешние рамки, которые существуют, и дойдя уже до системы образования, школьной именно системы образования, то если мы точно уже обращали внимание и на первом вебинаре относительно требований и запросов, которые существуют в международном сообществе к гражданину, к человеку, какими универсальными умениями он должен обладать, что он должен проявлять в разные возрастные периоды своей жизни. На международной арене существуют два исследования. Это Пирлс и Пиза, через которые можно посмотреть уровень сформированности читательской грамотности. Одно из них для учащихся начальной школы, второе для учащихся основной школы. Если мы посмотрим российские оценочные процедуры, исследования, которые проходят, то можно обратить внимание еще на два. Это национальное исследование качества образования и государственная итоговая аттестация. Притом, та аналитика, которая появляется после данных двух оценочных процедур, точно можно говорить о том, что у учащихся основной и старшей школы данные умения западают. Что же у нас в регионе происходит? В нашем, в Красноярском крае, так мы и в Красноярском крае учитываем и понимаем предназначение образования в формировании вообще у человека определенных компетенций, то начиная с начальной школы существует краевая работа по читательской грамотности на уровне начального общего образования. Притом, эти результаты, хотя и проводятся по инструментам Центра оценки качества, но эти результаты школа использует для собственного продвижения, для продвижения каждого ребенка, для понимания, как изменять образовательный процесс в образовательном учреждении. Поэтому эти результаты являются, можно так сказать, поддерживающими для школы, для ученика, для родителей и для педагогов. А что же у нас есть в основной, средней школе? Вот здесь пока были вопросы у нас. И пока коллеги, особенно, наверное, обратят внимание, те, которые в пилотном режиме реализовывали федеральные государственные образовательные стандарты, ну точно, 4 года назад еще ничего не было. А в школе, а какие же школьные процедуры существуют по оценке метапредметных умений и конкретно читательской грамотности? Вот здесь, вот на эти два вопроса, которые есть, мы постараемся посмотреть уже с точки зрения вам знакомого, понимаемого инструмента оценки. Я бы хотела обратиться вот к тому тезису, который Любовь Анатольевна озвучивала на самом первом вебинаре. Для чего необходимо чтение и зачем необходимо человеку такое универсальное умение? Школа, как институт, который позволяет образовываться человеку, который позволяет сформировать необходимые умения для жизни, для социализации в этой жизни, то каждая ступень в образовательном учреждении есть у нее свое предназначение. В начальном общем образовании это чтение для обучения, и весь образовательный процесс выстраивается таким образом, когда мы точно можем понимать, что осваивая определенные способы работы с информацией, осваивая и понимая, каким образом может использоваться полученные умения для своего же продвижения. Для того, чтобы понимать, структурировать, интерпретировать разные виды информации, для этого необходимо нам чтение и читательская грамотность. Если мы говорим об основном общем образовании, то можно сказать, что здесь уже все то, что заложено в начальной школе, оно в полной мере должно использоваться педагогами основной школы и самими учащимися, и родителями учащихся основной школы. То есть мы уже обучаемся с помощью чтения и универсальных умений, которые заложены, были коллективом начальной школы. Средняя школа. Чтение для жизни. Для того, чтобы мне, каждому ученику была возможность осознавать, понимать, для чего ему необходима информация, что он может с этой информацией делать. Ну, а самое главное, мы живем в информационный век и точно понимаем, что скорость получения информации, объемы информации, они изменяются год от года, но сложности у нас, пока школа еще не полностью успевает за изменением событий, которые есть в пространстве в нашем, в образовательном. Не буду подробно останавливаться, потому что всю аналитику уже мы приводили на курсе повышения квалификации. Вы могли посмотреть материалы, которые мы в своих презентациях оставляли и предлагали вам почитать или познакомиться с аналитическими материалами исследований. Данную аналитику я взяла на сайте Центра оценки города, ну, такой, российского Центра оценки качества, Центр ОКО. Это анализ результатов ПИРЛЗа, который говорит замечательных результатов учащихся начальной школы, при том, если посмотреть в динамике с 2001 по 2016 годы, то, например, в 2006 году Россия занимала первое место по грамотности чтения учеников четвертых классов. В 2012 году мы вошли в четверку лидеров стран, которые показывают результаты наилучшие в системе образования. Но есть и трудности, с которыми мы сталкиваемся. Младшие школьники часто ограничиваются приблизительными, неточными пониманием текста. Плохо различают информацию, обобщенную в тексте, информацию, которая владеет на основе своего личностного опыта, они подменяют содержанием, которое представлено в тех или иных материалах. У учащихся же основной школы, которая демонстрирует читательскую грамотность в международных исследованиях ПИЗа, дела обстоят еще хуже. Связано это с особенностями построения нашей системы образования, которая была в 2000-х годах, в 2010-х годах. Но только лишь сейчас, в 2015-2016 году наметилась положительная тенденция и в этом направлении. Из анализа можно выделить, что учащиеся испытывают трудности в выполнении заданий, если необходимо работать сразу с несколькими текстами разного типа. Если в текстах есть диаграммы, таблицы, схемы, ребятам трудно соотнести информацию из разных источников, а тем более сделать обобщение. И наибольшую трудность вызывают обобщение, которые просят представить учащихся в письменном варианте. Формулировать свое суждение, свое отношение, подкреплять их фактами наиболее тяжело, ребята. Но это если рамка международная понимаема, что же у нас на уровне Российской Федерации для того, чтобы изменить эту ситуацию. Реально 43-36 места по ПИЗе за последние 10 лет не говорят об успешности в данном направлении и о каких-то положительных результатах. Для этого в том числе данное направление было внесено как универсальное учебное действие в Федеральный государственный образовательный стандарт. А это норматив, а это документ, который необходимо реализовывать в каждой образовательной организации. Я не стала все выносить, и вы его точно знаете наизусть уже. Я лишь выделила часть умений, вы их видите, они крупно представлены крупным шрифтом, относительно которые и позволяют говорить о сформированности читательской грамотности у учащихся. Дальше. Стандарт существует, норматив есть, а что же происходит в школах, каким образом он реализуется. Если о предметных результатах вопросов нет, у нас уже каждый педагог понимает, что есть определенные методики, есть определенные приемы формирования, и есть обязательно оценочные инструменты, которые позволяют во-первых фиксировать необходимый уровень, а во-вторых отслеживать динамику продвижения каждого ребенка по предметным результатам. А что делать с метапредметными результатами? Где эти инструменты? Еще обратимся, отвечая на этот же вопрос, а где же эти инструменты? На национальное исследование качества образования. я очень надеюсь, что данное исследование не является для вас абсолютно новым, и наверняка многие уже читали, смотрели материалы. Точно могу сказать, что на наших курсах повышения квалификации мы обращаем внимание на них и знакомимся с этими материалами. И вот сейчас информация будет как для учителей начальной школы, так и для педагогов-предметников основной школы. Национальное исследование качества появилось не так давно, буквально три года назад, когда начались самые первые мониторинги, которые проходили на начальной школе, на ступени начального общего образования. Точно можно сказать, что педагоги начальной школы уже проходили это исследование в 2014 году, и я вам представила лишь маленькие выдержки относительно рекомендаций, которые данные после этого исследования были предложены педагогам. Первое. Если вот прямо соотносить с требованиями стандарта, то можно увидеть. При обучении младших школьников нужно обращать внимание по строению самостоятельных речевых высказываний. заданной структуры повествовательных, побудительных, вопросительных предложений. Особое внимание следует уделить опорным, наглядному материалу, сюжетным картинкам, обучать учеников адекватно понимать, анализировать визуально представленную ситуацию, выражать к ней свое отношение и фиксировать это в письменном виде. Еще одна рекомендация, которая была представлена педагогам после проведения данного исследования. Необходимо целенаправленно, систематически обучать младших школьников вычитывать из разных типов текстов различные виды текстовой информации, работать с ними наиболее адекватно использовать в своей практике. Спасибо. Сейчас, одну секундочку. У нас маленькая была техническая неполадка, вы вышли из связи, сейчас снова возвращаю обратить внимание, что изменить в учебно-воспитательном процессе, какие рекомендации следует дать педагогам основного общего образования, ведь ребята проходили это исследование, когда были в четвертом классе. Пусть это будет пока риторическим вопросом, но я задам его. А многие ли учителя начального и основного общего образования вообще читали эти рекомендации, знакомились с ними и использовали в своей практике. Я очень надеюсь, что вы, коллеги, которые участвовали в нашем курсе повышения квалификации, ну, точно обращали на это внимание. Если же нет, я внизу дала слайда, все ссылки на те сайты, которые следует посмотреть и со своими коллегами на ближайшем методическом объединении познакомиться с этими рекомендациями. Еще на что обращают внимание. Недостаточная сформированность читательских компетенций и логического мышления, навыков сравнительного анализа начальной школы, так и учащиеся основной школы испытывают данные затруднения. Далее. На что еще следует обратить внимание? Если это были только рекомендации начального общего образования, то рекомендуют в данном исследовании обратить внимание не только на урочную, но и на внеурочную деятельность, внешкольную деятельность, систему воспитательной работы, потому что экскурсии, соревнования, посещение музеев, выставок, конкурсов различных, оно все влечет за собой различные изменения. Точно можно сказать, что на сегодняшний момент не только учителя начальной школы участвуют в национальном исследовании качества образования, но и педагоги основного общего образования. Но вот совсем недавно в 2015 году проходило данное исследование по информатике и информационно- коммуникационным технологиям. И даже здесь отмечают как раз о необходимости формирования данных умений. Фиксация проходит о том, что данный навык смыслового чтения является метапредметным. Для того, чтобы самостоятельно осваивать современные IT-технологии, необходимо точно понимать, уметь работать с информацией, а вы видите, что используя современные гаджеты, учащиеся все чаще и чаще обращаются именно к ним, нужно и нам самим перестраиваться в этом плане, самостоятельно воспользоваться инструкцией, уточнить, работать с разными видами информации, которые позволяют нам выстраивать свое образование интернет-ресурсы. Это блоги, форумы, чаты, сайты, образовательные порталы. И для того, чтобы в них работать и понимать, для чего они необходимы, а не просто насыщать свой мозг ненужной, например, информацией, для этого тоже необходимы навыки читательской грамотности. Это только лишь касается информатики и IT-технологии. Были предложены несколько групп заданий, которые выполняли учащиеся, и можно говорить, что в целом у учащихся основной школы восьмых и девятых классов было проведено это исследование, не высокий уровень владения навыками смыслового чтения и анализа информации. Совсем недавно в апреле 2016 года такое исследование проводилось по истории и обществознанию. И наши учащиеся шестых и восьмых классов принимали участие в этом исследовании. Возможно, какие-то школы, которые присутствуют здесь, тоже принимали в этом участие. Через некоторое время появится аналитическая информация на сайте, обращаю внимание eduniko.ru там всегда в доступе есть не только демоверсии всех оценочных процедур, которые проходят, но и полная аналитика плюс к тому же рекомендательные письма, на которые можно обратить внимание. Значит, историки, учителя истории, общества знания могут посмотреть уже, наверное, в ноябре, в декабре аналитические материалы по использованию как раз работы с разными видами текстов, работы с разной информацией на своем предмете. Я прямо рекомендую всем учителям истории уже прямо в ближайшее время посмотреть демоверсии, которые были предложены. Уникальные материалы, которые позволят понимать, так как же обустроены тогда новые инструменты оценки метапредметных результатов. Очень интересная информация. И совсем недавно в октябре, 21-25 октября 2016 года завершилось уже исследование по иностранным языкам. И опять же, материалы по данным направлениям тоже есть на сайте учителя иностранных языков. Обращаю ваше внимание, посмотрите, и вы реально увидите другие, вообще другую структуру оценочного материала, особенности подбора типов заданий. Обязательно это с учетом тех рекомендаций, которые даются аналитиками международного уровня. Ну, а теперь возвращаемся еще, идем дальше к следующей рамочке, которую мы рассматриваем. Международный уровень посмотрели, российский посмотрели, то есть отвечая все на вопрос, а зачем нам все это в школе, для чего нам все это в школе. Вроде бы как уже практически дали ответ для чего, для того, чтобы жить, для того, чтобы в новом веке быть успешным, для того, чтобы быть интересным, для того, чтобы быть грамотным. Ну, и в этом не отстает и наш регион, являющийся одним из передовых, можно так сказать, в Российской Федерации, который шесть лет назад вводил такой инструмент в начальной школе. И на сегодняшний день мы предлагаем и знакомим тех, кто еще ни разу не знакомились с этим инструментом для основной школы. Теперь для коллег, для всех, опять же таки. Все ученики в 2016 году написали диагностическую работу по читательской грамотности, но не все педагоги даже знакомились с краткими отчетами о результатах диагностической работы. Ведь были предложены и сами работы, сами демоверсии. Дальше была предложена информация о результатах работы по читательской грамотности для педагогов. Были отдельные материалы представлены для родителей, как работать с родителями на уровне начального общего образования по направлению. А самое важное, обратите внимание, на слайде вы видите, что те трудности, с которыми ребята у нас столкнулись в 2016 году, то есть наиболее типичные затруднения, они будут обязательно проверяться в 2017 году и смотреть, так, а что было предпринято в школе, что было предпринято учителям для того, чтобы обратить внимание на эти затруднения для тех коллег, которые незнакомы, не видели еще эти материалы. Три ключевые задачи, которые поставлены. Первое. Точно и кратко отвечать на вопросы, не выписывая лишней информации, перепроверять свое понимание, обращаясь к тексту. Вторая рекомендация. Работать с иллюстрацией, как с источником данных, который можно извлечь самостоятельно, другими словами, учить учиться с помощью рисунка, карты или схемы. И третье. Собирать ответ на вопрос из фрагментов информации, данных в разных предложениях. И пока это самые явные затруднения, которые вызваны были учеников четвертых классов. А вопрос опять риторический. а учителя пятых классов знают, какие, кто из учеников у них, какие затруднения испытывают. А есть ли ребята, которые на недопустимом уровне владеют этими умениями, то есть практически не владеют, а значит продолжать обучение им будет очень тяжело. И к седьмому классу уже просто невозможно. то есть мы можем предположить уже такой потенциальный неуспех ребенка, если сейчас не обратить на него внимание в пятом классе. Я очень прошу педагогов пятых классов, всех без исключения, неважно какой предмет вы преподаете, посмотрите аналитические материалы своей школы, которые пришли вам из центра оценки качества по диагностической работе и читательской грамотности 2016 года. Я думаю, вы найдете много полезной и интересной информации, а тем более для каждого ученика есть свой профиль, где можно посмотреть, куда, на какие, скажем так, умения можно направить свою работу, какие типы заданий можно использовать на любом предмете. для чего же измерять динамику и что такое у нас сама динамика? Измерение динамики, ну вот, сейчас, одну секундочку, измерение динамики у нас, если мы посмотрим вот на первый, на верхний рисунок, как было ранее, у нас есть определенный результат, и мы оценочную процедуру, оценочную процедуру 1, оценочную процедуру 2 проводили в зависимости от того результата, который нам необходимо было оценить. И ранее это были предметные результаты, у нас была контрольная работа номер 1, контрольная работа номер 2, самостоятельная работа и так далее. Все четко зафиксировано, и учитель уже Это смотрел относительно контрольных работ, каким образом происходили изменения в освоении пройденного материала. А динамика-то в чем? В чем изменения произошли у нас в оценочной деятельности? Если посмотреть на второй рисунок, который снизу расположен, то между оценочными процедурами, проводя первую, мы точно понимаем, какие группы умений у ребенка, по каким группам умений сформированы и уже результаты достигнуты, а в каких он испытывает затруднения, тогда я должна точно понимать, перед тем, как проводить оценочную процедуру номер два, «Так а что же я должна предпринять? Как изменится тогда преподавание моего предмета с учетом тех затруднений, которые есть у учащихся?» Проводя оценочную процедуру первую, точно можно увидеть группы ребятишек, которые имеют уровень выше базового, которые имеют базовый уровень, которые ниже базового уровня и есть еще такой недопустимый. Это та группа риска, которая очень тяжело будет продолжить свое обучение далее. Так вот, педагогу необходимо особое внимание уделить на эту группу риска. Посмотреть, какие изменения произошли между первой и второй оценочной процедурой и сравнить, а как произошла ли динамика изменений перехода ребенка из одного уровня к другому уровню. Мы ранее не обращали на это внимания, но у нас, честно говоря, и в оценочных процедурах вообще, которые существовали, не во всех ОМК вообще это было. На сегодняшний момент динамика – это не статическое состояние, а изменение самой динамики на протяжении определенного времени. Например, ребенок обучается у нас с первого по одиннадцатый класс, и я понимаю, какое изменение происходит у него в индивидуальном приращении тех умений, которые он проявлял в первом классе, в четвертом, в шестом, в восьмом, в десятом, в одиннадцатом классе. Может быть два вида прогресса. Один прогресс – это уровневый, когда происходит переход от более низкого к более высокому уровню при освоении предмета, а также при проявлении тех или иных метапредметных умений. Ну и также есть линейное приращение, когда просто увеличивается количество тех заданий, которые ученик выполняет. Делал одно задание, на следующую, при следующем срезе он делает два уже задания, либо четыре задания, но из одного уровня он не выходит. То есть те группы умений, которые формируются, точно можно понимать, у него идет прирост за счет внутреннего приращения, ну, происходит изменение за счет внутреннего приращения. Вот на этой небольшой схемке точно можно увидеть типы уровневых динамик, которые существуют. Есть у нас прогресс, есть вообще отсутствие динамики, может быть, отрицательная динамика и неустойчивая динамика. Конечно, самый положительный момент, когда происходит прогресс. Значит, и учитель, и школа, целостно команда педагогов работают в одном направлении и понимают, с какими затруднениями необходимо работать каждому учителю. Есть равномерный прогресс, есть неравномерный прогресс. Картинка хороша, все замечательно происходит. Может быть, что у нас, у ребенка на протяжении двух, трех, пяти лет отсутствие динамики. Ну, вот здесь тогда нужно задать вопрос сначала себе, как педагогу. Почему? Что влияет на это? А чаще всего можно говорить, а почему? Что не повлияло на приращение у ребенка? Какие мои способы работы? Какие мои типы заданий? Какие мои методики пока не срабатывают? Может быть, это у меня только происходит? Или это вообще на всех предметах проявляется у определенных ребятишек? Самое сложное – это отрицательная динамика. Здесь уже стоит задуматься вообще о системе работы коллектива как такового. Почему происходит у детей отрицательная динамика как равномерная, либо как неравномерная при освоении учебного материала? Ну и неустойчивая. Тут может ситуация быть следующая. Как мы говорим, один в поле не воин. Когда один-два учителя из всего педагогического коллектива занимаются развитием, формированием универсальных учебных действий и конкретно работы с информацией, с читательскими умениями, а остальные нет. Ну тогда она и динамикой может быть неустойчивой. Точно можно говорить, что это задача не одного учителя-предметника, а целой команды педагогов. Вот вы работаете в пятых классах и точно понимаете, что к нам пришли сейчас ребята, бывшие четвероклассники, вот с такими затруднениями. Тогда каким образом я должен обустроить образовательный процесс, что я включу в него такого, чтобы затруднения четвероклассников устранить? Они же переведены были в пятый класс. Значит, на достаточном уровне, то есть на базовом уровне освоены метапредметные результаты. Ну и вот три блока, о которых хотела бы сказать. Это возможности школы, которые есть, возможности учителя и возможности ребенка. Так какие же есть возможности у образовательного учреждения? Первое. Это зафиксировать стартовую точку для определения индивидуального прогресса школьников на уровне основного общего образования по владению грамотностью чтения. Если мы говорим о нашем инструменте, то вы заметили, что в основном он применяется на четырех предметах. Но стартовую же точку достаточно пока зафиксировать хотя бы на четырех предметах. Но опять же, если мы говорим о том, что я один в поле не воин, то мне нужно договориться, во-первых, с педагогами для того, чтобы зафиксировать. Математик должен встретиться с учителем истории, с учителем русского языка литературы, с учителем географии, биологии, для того, чтобы понять. Вот к нам пришли ребятишки в пятый класс. С каким уровнем умений мы должны с ними работать? Они уже пришли. С каким уровнем умений? Что для этого мы командой будем делать? Хорошо, на первом этапе команда из пяти человек учителей-предметников, но точно на этом не стоит останавливаться. А остальные предметы? А изобразительное искусство? Музыка? В будущем физика, химия, иностранные языки. А что остальные предметники? Так проблема-то, она же все равно является общей для всего педагогического коллектива. Так вот, важно на первом такте, когда вы выявили стартовые возможности и, главное, определили, не конкретно для учителя важно, конкретно у Маши, у Пети и у Васи, а для школы важно определить группы ребятишек, которые распределяют и владеют определенными умениями. Выявив в школе ребят с недостаточным и с пониженным уровнем сформированности умений, ну нет смысла уже какие-то колкости пускать в начальную школу. Все, что можно, наверняка коллеги уже сделали. Для этого стоит вместе с ними объединиться, может быть, как раз и проанализировать вместе с ними результаты итоговой работы четвертого класса диагностической почитательской грамотности, плюс результаты стартовой диагностики, если вы проводили ее, используя материалы издательства просвещения. Мы с коллегами, когда общались в нашем курсе, то точно могу сказать, что из практики школу, да даже не одна школа, несколько школ использовали как стартовую работу один из вариантов пятом классе издательства просвещения. И от этого стали отталкиваться. Получилась определенная матрица, и где вы, прямо коллеги, замдиректора рассказывают, говорят, ну вот выделилась со всей школы, говорят, у меня в пятом классе из 50 человек пятеро с недопустимым совершенно уровнем освоения сформированности данных умений. Что с ними делать? То есть они не просто читать, они почти не понимают информацию, не вычленяют главные мысли, не могут интерпретировать, тем более не могут анализировать. То есть сложности есть, а он уже переведен у вас в пятый класс. Тем самым первая возможность использования инструмента как старта, вторая возможность, а почему бы самому учителю, он же тоже имеет право также использовать этот инструмент. Если школа, например, заводит это как одну из процедур оценки на старте, или, например, по окончании школы, по окончании пятого класса, то может быть два варианта. Первый вариант. Наиболее, ну скажем так, ну скажем так, просто первый вариант. Первый вариант, когда это просто оценочная процедура, которая проводится в удобное для школы время, когда осваивается большая часть материала, потому что вы заметили, что в тех инструментах пятого и шестого класса в основном используется не до самого последнего параграфа та информация, которая может ребятам понадобиться для успешного выполнения данной работы. И, понимая это, школа, например, может в апреле месяце вполне такую работу провести самостоятельно. Достаточно оформить локальный акт в школе и внести в систему оценивания данную процедуру. Но есть вторая версия. Ряд школ использует данный инструмент как инструмент промежуточной аттестации. В чем здесь особенность? Если это промежуточная аттестация, значит мы можем говорить как раз, как инструмент замечательный. Это как раз инструмент, позволяющий оценить уровень овладения и уровень умений в области метапредметных результатов. Если учащиеся достигли учащиеся, либо не достигли, чего раньше у нас в основной школе практически не было нигде. Ну и есть два варианта. Если учащиеся достигли, и у вас в локальном акте это зафиксировано, при каких общих баллах может быть представлено, или при каком уровне достижения ученик переводится в другой класс, в шестой, и при каком условии он переводится, при каких обстоятельствах он переводится условно. Вот здесь серьезная работа должна быть всего коллектива, где вы самостоятельно, отражая это в локальном акте школы, это фиксируете. То есть опять работа командная. Это не делает только один заместитель руководителя школы. Далее, что еще может делать школа? Это разработать систему работы, опять, команды педагогов с группами учащихся, которые при выполнении диагностической работы как раз показали пониженный или недопустимый уровень сформированности умений. Очень сложно. Если есть ресурсы у школы, то можно говорить о том, что это может быть выделено отдельное время. Если есть средства на поощрение педагогов, которые работают в этом направлении и достигают, главное, положительных результатов, тоже можно это сделать. Для заместителей руководителя, это опять же на уровне школы, возможно поставить данное направление на контроль в рамках ВШК. Возможно, это вы принимаете решение. Это нет такой нормы или нет такого норматива. Это ваше право. На что еще следует обратить внимание в школе? Это внести изменения можно в учебно-воспитательный процесс с целью достижения данных результатов. Но, во-первых, это может отразиться в программах, это может отразиться в планах, это может отразиться в проектах, кстати говоря, которые у вас есть. Это может быть в урочной или внеурочной деятельности уже внутри образовательного учреждения. Например, при разработке предметных либо метапредметных конкурсов, викторин, форумов, погружений, лабораторий и так далее, когда вы заведомо знаете, с какими трудностями учащиеся сталкиваются чаще всего, или где испытывают вот эти как раз затруднения, в каких умениях, проявлениях каких умений, ну тогда такие типы заданий включать в эти формы работы. Внутри коллектива, уже, например, пятых или коллектива шестых, учителей шестых классов, разработать общие подходы к развитию западающих как раз умений. Ну то есть я не одна, как учитель истории, общества знания, буду включать, ну потому что у меня предмет это предполагает, включать в свою работу такие типы заданий. Да, у меня и материалы достаточные и так далее, всего-всего. Ну и учитель математики об этом тоже начинает задумываться. И учитель географии, учитель биологии, учитель физики, чтобы ни один человек помогал учащимся, а работа проводилась целостно, целенаправленно. Из, опять же, вашего опыта работы, знаю, что в некоторых школах есть отдельные часы, которые направлены на работу с умениями по читательской грамотности. И коллеги рассказывают, что предоставив такой час, связанный с умением и с привитием любви к чтению и работы с разными типами информации, плюс к тому же даже модули и курсы факультативы сами педагоги переработали и сделали подборку таких типов заданий, которые ни в одном учебнике практически нет. А чем воспользовались? Да все тем же, о чем я говорила в самом начале. Международное исследование есть, инструменты открыты. Национальное исследование есть, инструменты открыты. Краевые процедуры проходят, инструменты открыты. Бери и используй. Бери и пробуй. Опыт одной из школ города Красноярска. Такой курс ввели для педагогов, не для учащихся. По разработке таких типов заданий, которые позволяют проявлять различные умения. И даже была издана подборка, такой сборник, можно сказать, сборник таких типов заданий на разных предметах. На истории, на биологии, на физике. Уникальные материалы, это сработала сама школа. И это в рамках было их методической работы школы. Когда все работают над одной и той же проблематикой. Как в урочной деятельности, так и в своем методическом профессиональном росте. Следующее, на что следует обратить внимание в школе. Скоординировать деятельность педагогов, предметников по достижению метапредметных результатов, заявленных в стандарте. Это может быть, и это опять же решает образовательное учреждение, руководитель, административная команда. Если есть проблемные группы или творческие группы, которые могут либо разрабатывать такие типы заданий, либо форматы проведения уже известных, знакомых, урочных, неурочных мероприятий, как раз с учетом оценивания или с учетом формирования умений определенных. Почему бы нет? Любой труд может поощряться. Обязательно привлеките других учителей-предметников. Не только команда из четырех, из пяти работаете. Но не забывайте про учителей начальной школы. И следующее, получить достоверную информацию, а это очень важно для школы. Достоверная информация, которая помогает изменять образовательный процесс, понимает, чем помочь учителю, чем помочь ребенку и целостно как, ну вообще повлиять на качество образования в школе. Почему говорю прям акценты делаю на достоверную информацию? Я бы хотела обратить внимание ваше на сам инструмент. Вы наверняка читали и смотрели, ведь он особым образом разработан, этот инструмент. Есть своя структура, есть свое содержание. Четко подобраны типы заданий, а главное, очень аккуратно, с учетом возрастных особенностей, с учетом приоритетов учащихся, личностных заинтересованностей, подобраны сами тексты. Ведь тексты непростые, к ним предъявляются определенные требования. И это не тот инструмент, который разработала, например, Татьяна Вячеславовна, чтобы не ссылаться ни на кого. И я сейчас буду на своем предмете математика проверять это. А Николай Петрович разработал на своем предмете истории, он будет проверять это. А это стандартизированный инструмент. Он прошел все процедуры апробации. Он разрешенный, разрешенный этот инструмент для всех, для использования на территории Российской Федерации. Так почему же не брать и не работать всем вместе? И достоверная информация тогда уже все аналитические, все материалы может получать тогда административная команда и педагоги школы именно без учета определенных субъективных факторов, которые влияют у нас на результаты оценки. Следующее, на что хотела бы обратить внимание, это возможности педагогов. А что есть у педагога благодаря такому инструменту? Ну, для каждого учителя я тоже хотела бы знать, с чем пришли ко мне учащиеся четвертых классов. Ну, чтобы вот не было, как там, у нас уже в России, можно сказать, сложившейся практики, когда учителя одного уровня обвиняют учителей другого уровня, а вот вы не смогли это, а вот вы не дали то-то, а вот вы не научили и так далее. Так вот, чтобы не было таких вопросов, сложностей, споров, ну, вы сами посмотрите ту стартовую точку, с которой лично вы начинаете. И тогда к себе уже потом можно обращаться от своего старта, который у вас случился. Затем можно определить те изменения, которые необходимо внести в свой образовательный процесс. Вот прямо в преподавание своего предмета. Ну, я же мастер, я же за него отвечаю, за результаты своих учащихся. Я точно должна понимать, к какому результату у меня должны прийти в пятом, в шестом, в седьмом и в восьмом классе и далее. Для меня очень важно понять группу ребятишек, с которыми нужно отдельно мне поработать, с которыми я буду точно подбирать особые типы заданий, которым я точно буду готовить, возможно, карточки или особую специальную работу, с родителями, которых я как педагог обязательно встречусь. И мы вместе попробуем выработать те шаги, которые необходимы для того, чтобы и родители, и я как учитель смогли помочь этим ребятам. Конечно, построить индивидуальную траекторию каждого ребенка. Можно это сделать и благодаря тоже этому инструменту. Скорректировать свою рабочую программу. Знаете, когда говорят, рабочая программа, вот статичный инструмент, и не видно, как учитель с ней работает. Да видно, как он работает. Если я в ней, понимая стартовый уровень своих учащихся и фиксируя группы ребятишек каждого уровня, я могу как в предмете это зафиксировать для предметных результатов, так и для метапредметных результатов. Инструмент есть, все представлено, аналитика вся существует. У меня полностью есть вся информация и для рабочей программы по урокам, в урочной деятельности по моему предмету, и для рабочих программ, для внеурочных занятий, если я провожу, какие же типы заданий я буду включать, на что я обращу внимание, я это просто зафиксирую в своей рабочей программе как учителя. Ну а главное, это осуществлять подборку материалов, типов заданий, приемов работы, методик, который необходим для того, чтобы устранить западающие, ну скажем так, устранить затруднения моих ребятишек. Не все, но есть, которым нужно обратить особое внимание. На что я обращаю внимание? Это на те задания, которые буду использовать. Я вам примерно представила, что точно я как педагог буду использовать в своей практике. Если мы говорим о том, что мы живем в 21 веке, то я очень советую не ограничиваться только разными видами информации, именно которые можно прочитать в книге, в статье, в газете, в словаре. Обратите внимание на веб-сайты, на электронные аналитические доклады, на блоги, на форумы, на видеоролики. Ведь это тоже разные, разная информация, разные источники информации. А как с ними работать в рамках своего предмета? Предусмотреть нужно разные виды чтения, которые я могу использовать в своем предмете. Понятно, что я обязательно обращу внимание, какой бы урок я не планировала, а в моем уроке, вот прямо сиюминутно, у меня будут разные типы информации или нет? Если нет, я обязательно включать это буду. Ну и главное это, почему бы нет? Я загляну на сайт международных исследований, национальных исследований, возьму один из вариантов, демоверсию, ну может быть в рамках внеклассной работы, внеурочной деятельности, я попробую провести хотя бы часть. Как проба. Это можно договориться внутри своего методического объединения, со всеми педагогами. Опять же, как проба. Даже если ваша школа никогда не участвовала ни в одном международном исследовании. Ну и какие же есть возможности учеников? Понять, как я изменился по сравнению с собой, ну там, за полгода, за год, за определенный период времени. Спланировать свои шаги, свои действия, для того, чтобы закрепить свои достижения, а может быть их и дальше развить, а в этом помогает педагог, который может направить, скоординировать его шаги, его деятельность. Как для ученика это попробовать осознать, а какая помощь вообще-то мне необходима. Может быть помощь взрослого все-таки нужна в какой-то период времени? Либо родителя, либо педагога, может быть даже администрации. А главное показать ученику, мы для чего его вообще оцениваем? В начале года, в конце года, может быть в середине. Для чего это? Не просто для того, чтобы померить и сказать, ах, 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 ты не на допустимом уровне у меня находишься, а показать, где у него следующий шаг в его развитии. На что вы вместе, в паре будете работать. Показать, в чем он может быть успешен самостоятельно, а где ему необходима помощь. Поэтому вот эти такты, это очень важно для собственной рефлексии потом ученика в планировании своей деятельности и достижении поставленных целей и задач. Что почитать? Мы обращали, каждый из педагогов этого курса обращали внимание, какие материалы можно посмотреть. Вы на слайде тоже это увидите. И в завершении нашего курса я бы хотела обратить внимание, прям обращаясь к коллегам. Смотрите, мы не пропагандируем вам всем и без исключения использовать этот инструмент в своей практике. Вы сами решаете. Вы, как учитель, решаете самостоятельно. Есть желание понимать и помогать в продвижении ребенку? Есть желание понимать, как метапредметные результаты могут достигаться в рамках своего же предмета? Инструмент есть. Мы постарались подробно разобрать один из вариантов, который есть в общем доступе. Если же школа, а это более глобально решает вопрос, а почему бы нам целостно, то есть системно уже не работать вместе со всем коллективом над этими вопросами, то школа может также самостоятельно использовать инструмент. Эта школа принимает решения. И вы вместе. И опять же, я очень не советую брать и проводить еще одну оценочную процедуру, если вы в дальнейшем даже не обращаетесь к ее результатам. А они как находятся у зауча, так и лежат чудно и замечательно в одной из папочек. Нет смысла тратить время ни свое, ни ребят. А если вы выстраиваете образовательный процесс с учетом уже этих результатов, ну, наверное, только для этого и стоит это делать. Вообще целью этого курса было познакомить вас с таким инструментом и показать, что динамику можно измерять с пятого по девятый класс, не только линейно фиксируя результат, но и по каждому группе умений, которые есть, с продвижением ребенка, с теми типами динамик, которые существуют. И это может быть сделано в новом образовании в двадцать первом веке. Коллеги, обращаюсь к вам, к слушателям курса «Оценка динамики образовательных результатов учеников». Для того, чтобы успешно закончить, а у нас осталось совсем мало времени, буквально день-два, курс повышения квалификации, я просто напомню, какие требования были. Это участие всего в трех вебинарах курса и выполнение заданий в рамках предметного модуля. Спасибо большое тем коллегам, которые мне написали и сказали, что мы не смогли принять очно участие в вебинаре, но уже все посмотрели, прочитали дополнительные все материалы. Я это обязательно для себя зафиксировала. Спасибо вам большое за то, что вы информировали преподавателей. И далее, как мы завершаем курс? Сегодня, завтра, на нашем последнем модуле, в модуле вы можете увидеть формат рефлексивного листа. Я попрошу вас либо сегодня, либо завтра его заполнить и пройти анкетирование. Информация по анкетированию, она тоже представлена. на нашем сайте. Пожалуйста, обратите на это внимание. Прошу вас, так как у нас не все коллеги приняли участие сейчас в вебинаре, а я знаю, что у нас целыми школами проходили обучение, передайте, пожалуйста, коллегам, чтобы за сегодня, за третье и за четвертое число, по крайней мере, завершающую часть курса повышения квалификации закончили все. Спасибо большое. Могу сказать, что мы переговорили со всеми предметниками и теми педагогами, которые вели у вас модули, проводили вебинары. На сегодняшний день у нас уже представили математики 10 человек своей работы, педагоги русского языка 16 человек приняли участие, и есть уже выполненные задания в предметном модуле, 9 педагогов, учителей биологии и географии и 7 учителей истории и общества знания. Всего представили свои работы пока 42 слушателя. Хотела бы обратить внимание, а зарегистрировалось у нас 58 человек. Коллеги, если вы просто поучаствовать в вебинарах, напишите мне письмо, что просто поучаствовали в вебинарах и случайно прошли регистрацию. Я пытаюсь найти ваши работы, но вот более чем у 16 человек я их так и не нашла нигде. Либо нужно сильно поторопиться, либо тогда удостоверение о повышении квалификации вы не получаете. Преподаватели, мы вчера с ними разговаривали, сегодня, завтра и послезавтра в Мудли вам обязательно в нашей системе дистанционного обучения напишут, какой результат у вас получается, а я вам обязательно вас проинформирую о получении удостоверения о повышении квалификации. Ольга, спасибо большое, я увидела ваше личное информационное сообщение. Спасибо. Значит, есть несколько вопросов. Спасибо, Ольга Гаськова. Спасибо огромное. Я уже прокомментировала относительно того, что работы были представлены. Все работы преподаватели посмотрели, все без исключения, но ждут, когда коллеги, оставшиеся коллеги, они в модуле есть, а работу не прикрепили. Пожалуйста, прикрепите свою работу в модуль, будьте добры. Я уже говорила, что преподаватели сегодня и завтра уже некоторые даже баллы поставили, и некоторым написали комментарии. Несколько работ вообще случайно были прикреплены. Ну, то есть не то, что планировалось в рамках модуля. Поэтому посмотрите, в комментариях мы тоже постарались написать. Вижу, коллеги пишут, что, может быть, не у всех еще стоят зачтено. Но я вам говорю сейчас, в ближайший день-два коллеги допроверяют остальные тексты работ. Я так думаю, за 4-5 число мы все это успеем как раз к окончанию курсов. И я вам напишу личную информацию относительно завершения курса повышения квалификации. Если нужна будет моя помощь, мне также на почту вы можете отправить информационные письма. Я сейчас благодарю коллег, которые написали мне в вопросах и в чате относительно того, что они участвовали, что они выполнили все работы, просто у них не было, ну, например, они посмотрели вебинары в видеозаписи. Все, я заметила это, спасибо огромное. Ну, и еще хотела бы обратить следующее внимание на следующее. А знали ли вы, что у нас 8 сентября ежегодно празднуется Международный день грамотности? И вообще все международное сообщество озабочено этим вопросом. И в одном из документов программы развития системы образования до 2030 года это поставлено одной из задач не только у нас в стране, а вообще в мире активизировать усилия мирового сообщества по распространению грамотности на территории всех государств мира. Ну, и еще одна информация для вас, коллеги. Приезжайте в Красноярск. 2-6 ноября у нас проходит 10-я Красноярская ярмарка книжной культуры. Потрясающее событие, где множество мастер-классов, семинаров, тренингов, культурных событий, которые посвящены не только книге, а как работать с разными источниками информации, как воспринимать то, что есть сейчас в современном мире, и как использовать IT-технологии в обучении. Потрясающие мастер-классы, которые вот сейчас в данный момент проходят в Сибири и еще на нескольких площадках города Красноярска. Поэтому надеюсь, что мы точно будем понимать, и мы движемся так же, как и мировое сообщество по овладению умением грамотности чтения, но и проявляем это здесь, в своей стране, на своей родине, в своей школе. Спасибо вам большое за работу. Я очень надеюсь, что мы не последний раз с вами встречаемся. Думаю, что дальнейшие курсы повышения квалификации тоже для вас будут интересны, потому что некоторые появились только в этом полугодии, и они тоже посвящены оценочной деятельности, а конкретно техникам внутриклассного оценивания. Если будет интересно, смотрите информацию на сайте Института повышения квалификации. В ближайшее время я всем коллегам отправлю информационные письма относительно освоения и завершения нашего курса повышения квалификации. Спасибо вам за работу. Удачи, успехов. Я надеюсь, у нас все с вами получится. До свидания. Продолжение следует...